Муза Рукоделия Путешествие в аутфите Беверли Хиллз Это была Пинки Купер из нашей с дочкой коллекции Мне очень понравилось работать с данным молдом Мне кажется, что он очень удачный И я решила поискать похожую куколку, чтобы сделать еще один оак В магазинах своего города данных кукол я не встречала уже очень давно Поэтому сразу решила искать ее в интернете И натолкнулась на такую новость Что оказывается, с 2016 года данных кукол сняли с производства И тогда я решила поискать Пинки Купер среди кукольных коллекционеров И нашла ее Точнее, не ее, а ее подружку И вот она ко мне приехала в коробочке с пометкой Осторожно, хрупкая Сейчас будем ее с вами распаковывать Я беру канцелярский нож И сейчас буду разрезать скотч И вот здесь в пленочке с такими пузыриками лежит наша куколка Это куколка Б.У Но меня уверяли, что ею никто не пользовался Что она стояла на витринном хранении Так, вот она Красотка Из моего предыдущего обзора Вы, наверное, догадались Что это за собачка Как зовут подружку А для тех, кто не догадался Я напомню, что данную куколку зовут Джинджер Джонс Это подружка Пинки Купер И вот так она выглядела в оригинале Как вы видите, не достает сумочки и браслета Но продавец меня предупреждал Поэтому я не расстроена Временно у нашей кошечки Анжелы появилась подружка Почему временно? Потому что из этой куколки я также буду делать ОАК В принципе, для этого я ее и приобретала Если не брать во внимание коричневый окрас данной собачки То приблизительно вот так ранее выглядела наша кошечка Посмотрите, мне кажется, абсолютно разные куколки Как вы помните, у кукол Пинки Купер есть питомцы Это оригинальный питомец Пинки Купер из серии путешествия В аутфите Беверли Хиллз Вот так он выглядит Его зовут Лил Пинки Он полностью резиновый И у него съемные ушки Впрочем, об этом всем я уже вам рассказывала В своем обзоре на Пинки Купер И если кто-то его не видел, то ссылочку я обязательно оставлю в описании Ко мне приехала базовая Джинджер Джонс И как остальные куклы из этой коллекции Она идет без питомца Но все мы знаем, что ее питомца зовут Спринклс Она его очень любит И все желающие ранее могли приобрести его отдельно Кстати, после прошлого обзора Многие из вас писали в комментариях Где же логика? У куклы собачки, питомец собачка И я с вами полностью согласна Логики в этом абсолютно никакой нет Можно было бы выбрать любое другое животное Кошечку, ну кого угодно Но только не собачку Кроме того, мне кажется, что Несмотря на всю няшность этого питомца Для данных видов кукол Он немного великоват Поэтому для нашей новой героини Для кошечки Мы выбрали с дочкой другое животное Вот такого питомца Это собачка Но для кошечки, мне кажется, собачка смотрится более уместно И она не такая огромная А если вы уже очень давно подписаны на мой канал То наверняка помните эту собачку Точнее не ее, а ее двойняшку Вот такую собачку-русалку Она уже участвовала в одном моем мастер-классе И это был мастер-класс О том, как сделать аквариум-переноску Для питомца Гила Вебера Вот наш Гил Это его питомец Кошечка также забирает своего питомца Потому что речь сегодня все-таки не о них А о новой собачке Возвращаемся к ней Вот такие у нее ушки Они очень похожи на ушки Пинки Купер Вот они Немного другого цвета Также отстегиваются И в головке остается вот такое отверстие Так, здесь что-то торчит Давайте мы вытащим второе ушко Ага, вот такая ниточка Которая соединяет оба ушка Я не вижу в ней никакой функциональности Убираем ее Вот такие ушки Давайте нашей новой собачке Примерим старые ушки От предыдущей героини Вот так она с ними смотрится Ну, мне кажется, все-таки Эти первоначальные ушки Ей больше подходят Все-таки у нее коричневый окрас И вот такие сраженые ушки Смотрятся очень гармонично на ней Давайте я все же сниму ушки Так, рассмотрим платьицы Вот такое платье Сзади на липучке Украшение, которое было на предыдущей пинке Купер На ошейнике питомца А также на ее маечке Очень похоже Только здесь с золотой огранкой А здесь под серебро Юбка выполнена из разноцветного фатина Давайте снимем платье Так же, как и у предыдущей собачки На ножке имеются пятнышки И затемнение в районе коленей и локтей Глазки у куклы голубые Мордочка выполнена в основном в коричневых тонах Более светлых В отличие от оригинальной пинки Купер На лбу имеется вот такое небольшое сердечко Ну, в принципе, все то же самое Вот такие туфельки Давайте я сейчас их сниму Они мягенькие, резиновые Вот так они смотрятся Очень классные И мне кажется, что по цвету Они отлично подходят нашей кошечке Посмотрите, в том же тоне И вот такая новая куколка-собачка Из которой я буду делать новый оак Я внимательно читала ваши комментарии И многие из них взяла на заметку Купила новую глину Фима И еще много чего интересного Что я буду использовать в этом оаке Если вам интересно, обязательно ставьте лайк Потому что мы с вами будем переделывать эту куклу И будет очень много экспериментов И вот уже два обзора на собачек Пинки Купер Вы видели на моем канале И мне хотелось бы узнать Какая из двух собачек Пинки Купер Вам понравилось больше Итак, я открываю голосование Принять участие в нем вы можете Нажав на ссылочку в правом верхнем углу Выбирайте один из двух вариантов Вариант номер один Пинки Купер из серии путешествия В аутфите Беверли Хиллз И вариант номер два Подружка Пинки Купер Базовая Джинджер Джонс Я обязательно подведу результаты И оглашу их в своем следующем видео Когда буду работать с данной куколкой Я надеюсь, что этот отзыв был для вас интересен и полезен Многие писали в комментариях Что у них есть также собачки Пинки Купер Так что пишите, у кого есть Джинджер Джонс Посмотрим, сколько нас таких Очень жду все ваши отзывы в комментариях Я их всегда читаю И многие берут себе на заметку Ну что же, на сегодня пришло время прощаться С вами была Муза Рукоделия До новых встреч, всем пока!